Индекс Мосбиржи на открытии торгов превысил 3200 пунктов впервые с 7 сентября. Почти все голубые фишки демонстрируют рост от сотых до двух небольших процентов. Экономика главная. В студии Богдана Приход. Здравствуйте. Ставки по вкладам перестали расти. По итогам первой декады средняя доходность в крупнейших банках осталась на уровне значений сентября 10,18%. Об этом пишет коммерсант, ссылаясь на данные ЦВ. Причем до этого показатель постоян рос в середине лета, что связано с началом цикла повышения ставок 21 июля. Сами банки замораживание просто процентов по вкладам и депозитам не комментируют. При этом в рекламных предложениях организации предлагают доходность вплоть до 14% годовых. А это значительно выше, чем клиент может получить на самом деле. Эксперты подчеркивают, что чуть более 10% в среднем это низкий уровень при текущей ключевой ставке. Тем более, что рынку вполне очевидно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Резонный вопрос, почему средняя ставка не растет. Ответ на этот вопрос, возможно, лежит в М1, в индексе денежной массы, который с начала года достаточно уверенно растет. И у банков, скорее всего, большая ликвидность, большой избыток ликвидности. Им просто не требуются дорогие деньги на вклады. При этом, если открыть скриннеры депозитов, там можно увидеть уже у более таких банков из второй категории, можно увидеть вклады и по 12, и даже по 13%. Причем практически на любые сроки, то есть 3, 6, 9 месяцев в год можно увидеть такие вклады. Аналитики уверены, кредитные организации стараются максимизировать свою маржу, повышая ставки по кредитам и замораживая по депозитам. В будущем доходности, скорее всего, продолжат расти. Однако до уровня ключевой ставки они так и не дойдут, считают специалисты. Причем клиенты сами не стимулируют организации менять условия по вкладам. Реально за изменениями следят не более 20% вкладчиков. Минфин не хочет вводить НДФЛ для богатых, ведь это может стать риском для сбережений. Такую точку зрения в интервью «Ведомостям» высказал статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Он подчеркнул, что россияне, которым удается откладывать, платят более низкий процент налогов относительно своего дохода. Но это не повод вводить в дополнительную ставку НДФЛ. Чем ниже доход, тем выше доля косвенных налогов в процентах от него. Но здесь надо понимать, что сбережения — это источник инвестиций в экономике, который крайне важен для создания новых рабочих мест и долгосрочного экономического роста. Поэтому люди, которые сберегают часть своего дохода, а не пускают его на текущее потребление, не менее важны для экономики. Поясню. Чем меньше граждане получают, тем большую долю дохода тратят на потребление. А в цену покупок уже заложены НДС, акцизы и другие виды косвенных платежей. Сазанов также отметил, что накопления особенно важны в нынешний период, когда Россия отрезана от внешних рынков заимствований. А ведение прогрессивной шкалы налогообложения, цитата, — это дорога в никуда, поскольку она бы дестимулировала сбережения и увеличивала текущее потребление. Во всем виноваты спекулянты. Именно их обвинил Минфин в росте цен на топливо. Речь о компаниях-перекупщиках, которые поставляют нефтепродукты на экспорт. Поэтому котировок с июля по сентябрь связывать с корректировкой топливного демпфера не совсем корректно. Это также заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Он напомнил, что методика расчета выплат нефтяным компаниям по демпферу была скорректирована 1 сентября, а фактическое снижение выплат по новой формуле должно было произойти только в октябре. При этом топливо стало дорожать уже с июля, а в августе цены перешли к стремительному росту, когда нефтеперерабатывающие заводы получали компенсацию по демпферу в полном объеме. По мнению Сазанова, компании-перекупщики не связаны с НПЗ. Это просто спекулянты, то есть компании, которые создавались исключительно для совершения экспортных операций. Когда курс доллара быстро пошел вверх, прибыль от экспортных операций резко выросла, что, естественно, спровоцировало активизацию перекупщиков. Увязывать подорожание с изменениями демпфера, на мой взгляд, не совсем корректно. В первую очередь надо смотреть на процессы, которые происходили на внутреннем рынке. Замглавы Минфина пояснил, например, в январе-июле 2021 года для получения демпфера был заявлен объем дизеля чуть больше, чем в 20 миллионов тонн, а за 7 месяцев 23-го около 30 миллионов. А это должно означать 30-процентный рост предложения на внутреннем рынке. Но фактически часть объемов приобретали перекупщики и вывозили за рубеж. Механизм экспортных пошлин, которые привязаны к курсу рубля, предлагают учитывать и мировые цены на товары. О новой инициативе Кабмин узнал коммерсант. Его источники пояснили, пошлина в таком случае может обнулиться не только при снижении курса нацвалюты, но и при условии, если мировые цены на конкретный товар ниже уровня определенного правительства. Как будут рассчитывать, пока не ясно, но уже известны сроки. Решение примут за 2-3 недели. Участники рынка отмечают, принципиально важно, какой индикатор власти будут использовать и на каком уровне установят цену обнуления пошлины. При этом риски при применении индексов недружественных стран остаются. Например, та же сталь не торгуется на бирже, однако есть ценовые бенчмарки, которые можно отслеживать. Плац, Аргус и другие. Правда, почти все они рассчитываются в долларах. Эксперты подчеркивают, что алгоритм расчета мировых цен, которые будут сравниваться с ценами экспортеров, уже установлен в налоговом кодексе. Речь идет о методе сопоставимых рыночных цен или финансовых показателях и интервалах рентабельности. Причем их несложно реализовать в условиях валютных ограничений. На основе данных компаний, которые попали под новый экспортный контроль, можно сделать выборку по реальным сделкам, усреднить по курсу, перевести в рубли и этот индикатор положить в основу модели. В свою очередь, мировая цена в таком случае имеет мало значения, поскольку российские компании не могут реализовывать свой товар по такой же стоимости. Напомню, с 1 октября правительство ввело гибкие экспортные пошлины на широкий список товаров, поставляемых за пределы ЕС. Из него исключили нефть, газ, зерно, лес и еще несколько позиций. Эти пошлины действуют при курсе выше 80 рублей за доллар и составляют от 4 до 7% в зависимости от стоимости американской валюты. Если курс ниже 80, пошлина обнуляется. Для ее расчета берут средневзвешенный курс за предыдущий месяц. По прогнозам Минфина, дополнительная нагрузка на экспортеров принесет бюджету в этом году 151 миллиард рублей, а в следующем 604 миллиарда. Россия временно ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Причина — сброс воды с атомной электростанции «Фукусима-1». И это мера предосторожности. Ранее запрет на ВОЗ ввел Китай. Отмечу, что Международное агентство по этому атомной энергии в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан. Однако специалисты утверждают, что там все же содержатся радиоактивные изотопы. К слову, как рассказали РБК во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, российский импорт такой продукции из Японии незначителен. Например, в 2021 году он составил около 1500 тонн, а это всего лишь четверть процента от общего объема. Рост цены и серый импорт обрушили легальные продажи видеоигр в России. За первые полугодия они упали в четыре раза. Это данные Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр. Там отмечают, стоимость одного диска за год выросла на 75%. Сейчас в среднем его можно купить за 6,5 тысяч рублей. Продажи сократились больше, чем вдвое, до суммы в 861 миллион рублей, хотя за первые полугодия 2022-го удалось заработать 2 миллиарда. В ассоциации подчеркивают, спад продаж коснулся только официального ритейла, тех, кто возит физические копии в Россию легально. Во всем обвинят так называемых черных продавцов на маркетплейсах. Цена у них ниже, чем в магазинах. Озоны и Вайлдберрисы заявили РБК, что борются с такими импортерами, и между тем замечают, за первое полугодие продали почти в 3,5 раза больше дисков, чем в прошлом году. Товарооборот России и Узбекистана в этом году станет рекордным. Об этом в интервью Коммерсанту рассказал министр экономики Максим Решетников. За 2022-й этот показатель превысил 26%. Министр уточнил, в республике очень плотно используются российские механизмы поддержки инвестиций, технопарки и особые экономические зоны, например. Портфель проектов уже приближается к 3 триллионам рублей. Мы кредитуем узбекскую экономику, но кредитуем именно конкретные проекты. Это с одной стороны большие возможности и аппетиты растут, а с другой стороны есть лимиты риска. Мы их отслеживаем, и для их минимизации нам нужно искать варианты расширения. Когда мы туда даем не заемные средства, а заходим капиталом, и внутри уже берем заемные средства. Также Решетников отметил, доля в нацвалютах, цитата, у нас хорошая. По итогам первого полугодия она составляет 55%. Многие узбекские банки подключены к системе передачи финансовых сообщений Банка России. Что касается торгового баланса, то он более-менее сбалансирован. Экспорт из России больше импорта, но не так сильно. Он меняется в зависимости от поставок минеральных ресурсов и о цен на них. На этом у меня все. Дали рынки после рекламы. Смотрите РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова